Приветствую тебя, путник! Сегодняшняя история, а точнее сборник историй называется Panopticum. Автор данного сборника неизвестен. И заранее предупреждаю, в историях будет очень много матов, а также сленга анонимных имиджборд. Так что эта история не для всех. Но вы предупреждены. Возможно, слог её написания вам напомнит Якутию, если вы слышали или читали её нелитературную версию. А перед прослушиванием, как обычно, благодарю следующих подписчиков за офлайн-донаты. Дмитрий Чугунов и Зов извне, который отправил донат из сна, как и договаривались. Спасибо, это было забавно. Ну а также благодарю всех подписчиков Boosty, которых вы видите на экране. В особенности, мистер R, Алексей Ульянов и Вильяна Трамбон. Большое вам спасибо. А музыку к этой истории написал Хрусталь38. Ссылка на его канал в описании. Ну а теперь к историям и приятного прослушивания. Сабснач. В рамках внесения своей лепты в вытаскивание раздела из болота уныния создаю этот тред. Хз почему назвал тред паноптикум? Просто первое, что в голову пришло. Так в нашем мухосранске называют дом, в котором я живу. Дом стоит на окраине города. Рядом парк со статуей Ленина. За парком пустырь. За пустырем лесополоса. Дом девятиэтажный, в форме буквы Г. Стоит отдельно от квартальных построек. Сам я погромист в местном филиале Ростелекома. 27-й левел, неженатый, начинающий алканат. Больше инфы не скажу, чтобы не сдианониться. Ну и вообще, не рассчитывайте в этом ИТТ-треде на фоточки с супом, конкретные имена, адреса, названия, видеозаписи с фидрофона и всё такое. Ничего этого не будет. А будут прохладные пасты, собранные мной за время проживания в нашем городе. Городок у нас не совсем обычный, криповатый. Куча баек и легенд. Послушаешь местных, так в каждом уголке нюх затаился. Сам я тоже несколько раз попадал в непонятные истории. О них и будет написано ниже. Ну и вообще, действительно чувствуется какая-то своя гнетущая атмосфера. Летом две трети дней стоит пасмурная погода. Всё-таки море близко. Половина строений в городе одинаковые серые коробки пятиэтажки. Есть химзавод, который выбрасывает в реку, откуда мы пьём воду, тонну замечательных и полезных для организма веществ. В общем, для такого угоревшего по дегадан сухи кона, как я, самое оно даже доставляет. Это будет долгий тред. Историй у меня набралось много. Некоторые записывал в свой дневничок, ещё когда был сосницким. Некоторые довольно интересные. Некоторые жутко банальные и неоригинальные. Буду стараться как-то перемежать их между собой, чтобы в целом получился средний уровень. Ну и буду описывать кулстори, свидетелем которых был я сам. Буду для эпичности нумеровать истории в треде N из 100. Хотя 100 историй, думаю, не наберётся. Хотя хз, если ещё поспрашивать у бабок, то можно и все 200 набрать. Буду стараться писать одну историю в день, но гарантировать строгое расписание, сами понимаете, не могу. Сами истории буду описывать сжато, без художеств и простынь на три экрана. Чуча вам не писатель. Постараюсь не слиться, пока не вспомню все известные мне местные крипипасты и реальные случаи. Короче, оно ну мало не покажется. Первая история. Зелёный шар. Надо с чего-то начинать. Начну с реального случая, который лет 7-8 назад произошёл, когда я студиозусом ещё был. Трое пацанов из девятого класса нашей средней школы номер 3 пошли в лес. Что они там делали, не знаю. Может бухали, может просто прогуливались. Суть в том, что вернулись из леса только двое. Охуевшие и обосравшиеся. Повели за собой ментов на поляну в лесу. А там труп их третьего товарища валяется. Ну как труп? Полностью обгорелая тельца с чёрной корочкой. Только зубы белые скалятся. Менты тоже охуели. Школьники рассказали, что они сидели тут на полянке, никому не мешали. И тут из леса вылетает зелёный шар, размером примерно с мяч для игры в лапту. Летел бесшумно где-то в метре над землёй. Пацаны заметили его, но особо не испугались. Ну и подходить к шару не стали. Шар летал где-то в 200 метрах от них. Иногда менял направление и высоту полёта. Размеры цвет не менялись. Потом один из школьников, тот самый обгоревший долбоёб, почему-то свистнул. Ну типа как животного подозвал. Шар подорвался с места и буквально за 2-3 секунды влетел ему прямо в ебальник на хорошей такой скорости. Пацан мгновенно загорелся и как сидел, так и свалился. Даже не крикнул ничего. Ебанувшиеся с такого поворота дел друзья встали и сделали ноги. Вот такие дела. Ещё рассказывали, что при вскрытии оказалось, что вся кровь у пацана внутри то ли спеклась, то ли превратилась в желе. В общем, как бывает при кратковременном воздействии экстремально высоких температур. Хотя может это уже фантазируют. Но то, что пацан тогда реально умер, это правда. Да, кстати. Говорят, дождя в тот день не было. Хотя вроде шаровые молнии и при ясной погоде появиться могут. Вторая история. Лесополоса. Лесополоса за пустырём, которую я упоминал в оппосте, отдельная тема. Вот говорят, в Ниппоне есть лес самоубийц. Так это хуйня. Вот в нашем лесу стабильно вешается один-два человека в год. Бесплодных годов на моей памяти кажется не было. Всякие малолетние долбоёбы, которых девушка кинула или которые не сдали ИГ. Алкаши, бомжи, ну и нормальные люди тоже. И почему-то все именно, блять, в этой части города. Казалось бы, город с трёх сторон окружён лесом. Вешайся не хочу где угодно. Но нет же, все прутся именно в этот пустырь. Доходят до опушки и там натягивают себя на петлю. Мой сосед справа во время совместного перекура в подъезде даже как-то рассказал мне охуительную историю про то, как он с брательником смотрел прямо с балкона, как на опушке менты снимают сука очередного самовыпилившегося неудачника. Расстояние там приличное. Бинокль у них был один, лоу. И они буквально вырывали его друг у друга из рук. Бабки, да и не только они, считают, что лес проклятый, с плохой энергетикой. Ну а ещё бы не считали. Про энергетику ХЗ. Я иногда хожу по тем местам. Лес как лес, солнышко светит, птички поют, трава, мох. Никакого чувства космического запредельного ужаса на ровном месте не возникает. В этом году было одно самоубийство. В апреле очередной школьник поссорился с родителями, набухался и утром уже качался на дереве. Может до конца года ещё кто-нибудь самовыпилится в этой лесополосе. История третья. Чёрная рука. У меня есть старшая сестра. Ей сейчас 34 года. Она малость ебанутая с детства. Всерьёз считает себя то ли ведьмой, то ли экстрасенсом. Угорает по всяким амулетам, заговорам, зельям и так далее. Я никогда особо серьёзно к этому её увлечению не относился. Хотя с некоторых её историй неслабо кирпичнул. Постараюсь в трейде постепенно рассказать все её истории, которые помню. Так вот, у нас с сестрой есть такой между собой на мемчик, поздороваться с чёрной рукой, означающий неожиданно обосрался. Типа вчера лежал в ванне и вдруг вырубили свет. Темнотище, тут-то я и поздоровался с чёрной рукой. Пришёл домой с магазина, понял, что меня обсчитали на 100 рублей и поздоровался с чёрной рукой. И так далее. Происхождение мемчик берёт от одной сестринской крепоты, которую она мне рассказывала, когда я был совсем пиздюком, учился в первом или втором классе. Хз, может она и придумала всё это, но крепанул я тогда знатно. В общем, тогда была середина девяностых. Сестра была типичной девушкой-быдлоподростком и со своими подружками вписывалась по хатам без родителей. В тот раз вписались в дом в частном секторе какого-то пацана из параллельного класса. Слушали магнитофон, смотрели видак, парни и некоторые девушки бухали пиво, а сестра тогда не пила. Сидели допоздна. Сестре захотелось выйти в сортир, но на улице уже было довольно темно. Она боялась выходить одной. Она вообще с детства темноты очень сильно стремается. И подговорила она одноклассницу сопроводить её. Там во дворе ещё немецкая овчарка была, но она сидела на привязи. Естественно, к незнакомцам во дворе пёс относился крайне враждебно и стал люто облаивать и дёргать цепь, отчего сестра ещё больше застремалась. Короче, обе девушки быстренько прошли к сортиру в глубине двора. Сестра зашла туда, оставив подругу снаружи, бояться злой собаки. Пока сестра делала свои дела, они общались через дверь с подругой о всяком. Потом подруга вдруг заржала и сказала, что за забором прячутся парни и хотят их напугать. Забор находился совсем рядом с сортиром и был довольно дрябым, доски отваливались. После этого подруга пошла к забору, чтобы спалить шутников. И как заорала, сестра с перепугу чуть в очко не свалилась. Через пару секунд подруга, не переставая орать как сирена, побежала обратно в дом. Вот тут-то сестре стало мега хуёво, ведь у забора явно случилась какая-то крепота, а она остаётся одна в темноте рядом с этим местом. В общем, сестра тоже быстренько выскочила из сортира и побежала в дом. Что странно, овчарка перестала реагировать и на орущую подружку, и на сестру. Прекратила лаять и мигом залезла в свою конуру. Хотя до этого, с момента выхода девушек из веранды, безостановочно громко выражала бешеную ненависть. В доме заистерившую подругу отпоили чаем, успокоили и спросили, что случилось. Она ответила, что увидела чей-то силуэт за забором, там где выпала доска. Подумала, что это их парни и решила сама их шугнуть. Тихо подошла к забору и встала рядом с дырой, чтобы в случае какой-то активности немедленно спалить шутников. Через пару секунд из дыры вылезла чья-то рука, ну она за неё и схватилась. Но оказалось, что это нихуя не человеческая рука. Она была вся покрыта жёсткой чёрной шерстью. Рука стала силой тянуть подругу к себе, причём в первый раз так рванула, что девушка рука в блузке о край заборной доски порвала. Но она стала орать и упираться, думала, что рука сейчас утащит её нахуй в лес. Потом как-то высвободилась, или рука сама её отпустила и побежала в дом. Сестра говорила, что после рассказа вся компания с фонариками выходила и рассматривала забор. Там рядом с дырой одна из досок действительно была очень сильно расшатана и вообще треснула вдоль. История четвёртая. Барак. Дед по мамке мне рассказывал такую историю. Сейчас его уже нет в живых. Умер в 2011 году. В 60-й он впрягся в большую стройку. Вырубали лес на южной оконечности города и застраивали там новый квартал с хрущобами. Те самые унылые серые коробки, о которых я говорил. Сейчас этот квартал называется Ступировым. Для строителей, которые понаехали из другого города и тех, кто не хотел отлучаться от рабочего места, построили бараки. Дед тоже ночевал в этих бараках, хотя мог бы ехать домой. Но ему доставляла атмосфера стройки, алкотёрки с мужиками по вечерам, игры в картишки и всё такое. Сначала всё было нормально. А потом куда-то пропали двое собутыльников из его барака. Вечером они легли спать вместе со всеми, а утром их на местах не было, хотя всё их барахло осталось. Ну сначала все забили хуй, но когда прошла пара дней, а эти товарищи так и не явились, хотя бы за своими портками и документами, прораб обратился к ментам. Те вроде бы что-то расследовали, допрашивали строителей, но так ничего и не сумели выяснить. Деда тоже спрашивали, но не был близко знаком с пропавшими и не имел понятия, куда они могли съебать. А к осени однажды ночью дед поздоровался с черной рукой. Там уже были холода, стройка остановилась, все получили свои ЗП и съебали. Дед там оставался одним из последних. У него были какие-то терки с начальством, там его друзей обсчитали по оплате, трудодни не ставили. И он запрягся за них, вроде как свидетель того, что они действительно пахали на стройке. В общем, в бараке остались всего двое. Дед и еще какой-то малознакомый ему строитель. Посменно они по одному раз в ночь вставали, чтобы подкинуть дровишек в бружуйку. Но дед встал в свой черед, разжег огонь, лег снова. Только ему что-то не спалось. Он там целый час на топчине ворочался, но уснуть не мог. А потом слышит, как под топчаном что-то скребется. Типа кошка или мышь. Но в бараке животных не было. Дед смотрит под топчан. Ничего. Опять лег. Опять скребется. Опять смотрит, фонарем светит. Опять ничего. Дед сходил на улицу поссать. Вернулся. Лег. Только начал дремать, как его кто-то попытался за ногу с топчана стащить. Дед охуел. Вскочил. Проинспектировал весь барак. Пусто. Бружуйка лампова горит. Сосед по бараку мирно дрыхнет в дальнем углу. Дед обратно лег. Подохуел, конечно, но особо не закреповал. Он атеист, коммунист, материалист. Все дела. Даже когда я такую историю мне рассказывал, то постоянно подчеркивал несерьезное отношение к происходящему. Говорил, что все могло, конечно, просниться. А из-за короткого замыкания в мозгу он принял события сна за реальность. Шутки шутил. В общем, в эту ночь нормально уснуть деду не удалось. Как только засыпал, невидимый хуй дергал его за ногу. Один раз даже с топчана грохнулся. Под утро уже попривык. Просыпался, подбирал ногу, переворачивался на другой бок и дальше засыпал. Под утро, когда уже было светло, опять проснулся. Но не из-за того, что его за ногу тащат, а услышал снова какую-то возню под топчаном. Немного подождал, думая, что сейчас все стихнет. Но нихуя. Тогда он перевернулся на топчане и посмотрел вниз. И вот тут-то я отложил тонну кирпичей. Из-под топчана торчала блондинистая голова одного из тех самых работяг, которые пропали летом. И с любопытством смотрела на него. Дед на реактивной скорости выбежал на улицу. Там долго приходил в себя. Когда вернулся обратно в барак, естественно, никакого строителя под топчаном не было. После этого он уже в бараке не ночевал. Тех пропавших, кстати, так и не нашли. А если и нашли, то дед об этом не знал. История пятая. В гостях у друга. Итак, настало время первой охуительной истории из жизни Опа. Как я уже писал, случаи, произошедшие лично со мной, скорее не криповые, а просто странные. Их странности я обычно понимал уже задним числом. Лет мне было, кажется, 13, а может 14. У друга была PlayStation, и я после школы ходил к нему играть. Ему нравилось со мной в Mortal Kombat 3 рубиться, а мне больше доставлял первый Silent Hill, который у него был. Перевод был какой-то ебанутый, с русской озвучкой монотонным голосом Дауна. Но бегать по 3D городу и мочить полигональных нёх мне нравилось больше, чем делать Fatality. У друга, кстати, все комбинации были расписаны на тетрадном листке, который всегда лежал рядом с приставкой. В общем, припёрся я к нему после обеда. Друг был дома один, родители на работе. Посмотрели новую серию покемонов по ОРТ, кажется, где-то часа в 3 каждый день их показывали, и стали играть в PlayStation. Где-то через полчаса друг съебался в магазин, уже не помню почему. То ли вспомнил, что мамка велела что-то там купить к ужину, то ли мы решили взять газировку и шоколадку. Но я остался один, переключился на любимый Саленхилл и начал играть, пока его нет. И тут в комнату, блять, входит какая-то тёлка. В жизни её раньше не видел. Я очень удивился, потому что думал, что в квартире никого нет. Впрочем, она была трёхкомнатная, в спальне мог всё это время кто-то дрыхнуть. Но почему тогда друг об этом не сказал? Тёлка была на вид обычная, лет где-то 25-30, с длинными волосами и в домашней одежде, типа однотонная блузка и джинсы. Но я поздоровался с ней, я же у мамки вежливый мальчик. Она сказала привет и спросила, где Даня, то есть мой друган. Я ответил, что он пошёл в магазин. А вот потом она меня жутко взбесила, указав, что я бросил фантик от жвачки на пол и велела быстро поднять и не сорить. Я ненавидел, да и сейчас ненавижу, когда малознакомые хуи с высокомерными рожами начинают делать мне всякие замечания. «Ну чё делать, я же в чужом доме», взбугуртнул, но поднял фантик и засунул в карман. Она потом подошла к окну, чё-то там стала разглядывать внизу, третий этаж кстати. Я даже успел заценить её задницу обтянутой джинсами, лол. Подростковые гормоны же. Потом ещё что-то незначительное сказала мне, подзабыл что именно, но что-то очень обычное и вышло из комнаты. Я продолжил играть. Через некоторое время вернулся мой друган, и я открыл ему дверь и как только он переступил порог квартиры, спросил у него, что это за тёлка обитает у него тут и почему он мне о ней не сказал. Друг крайне удивился и сказал, что в квартире один. Я не поверил, ведь сам же только что общался с этой морализаторствующей тян. Обошли все комнаты, даже в кладовку заглянули. Никого. Вот тут-то я и крепанул. Предположение, что это могла бы быть какая-то мимо тян, которая зашла в квартиру во время отсутствия друга, отметалось сразу, потому что параноидальные родители друга внушили с пелёнок своему сыну идею, что нельзя ни на секунду оставлять дверь квартиры незапертой, и поэтому он заставлял меня во время своих походов в магазин запирать за ним дверь изнутри после его выхода и открывать по приходу. Была ещё версия, что тян была родственницей, она ведь знала друга на по имени, и имела свои ключи. Но. А. Я не слышал, вот всеми богами клянусь, чтобы дверь квартиры открывалась во время отсутствия друга, а слышимость в квартире отличная, да и звук игрулик был не такой громкий. И. Б. Я описал девушку своему другу довольно подробно, и ни с кем из известных ему родственниц это описание не совпало. Потом он рассказывал этот случай родителям, и те тоже ему сказали, что нет у них такой родственницы. Короче, я тогда остался крайне озадачей происходившей хуетой. А через неделю друга сбила машина. Шучу, конечно. Хотя это было бы хоть как-то логично. Типа, смерть приходила за ним, но не застала дома, поэтому забрала через неделю. Друган жив до сих пор, правда съебал в Питер, и я давно уже с ним не контачу. История шестая. Лица. Очередная икулстория от сестры, значит. Она после школы училась в Питере. У нас вообще половина выпускников на Питер съебывается. Один яхи-кан-аутист, который предпочел в родном Заболотинске образование получать, чтобы от мамкиного домишка не отлучаться далеко. И если в подростковом возрасте ее повернутость на шизотерике была не так сильно выражена, то в Питере она нашла компанию таких же поехавших, как она сама. И вот тут-то понеслось на всю катушку. В итоге она после института все равно не нашла себе места и вернулась в родные края. Но от ее рассказов про питерских воноби-оккультистов я охуевал. Например, там какой-то хуй ей внушил, что для очередного ритуала по вызову адского демона, он должен по ее запястьям 30 ударов плетью нанести. А она и не против. В общем, потом сестра долго носила блузки с длинными рукавами, а демон так и не явился. Но сестричку это не смутило. Ну а что? У некоторых просто мозги неправильные, без шансов их вправить. Я в этом убедился на примере сеструхи. Ну к делу. Там в их кружке ведьмаков-колдуней была одна девушка. То ли Таня, то ли Галя ее звали, точно не помню. Так вот, эта Таня, пусть будет так, была знатной наркоманкой. Сестра не знает, на чем именно она сидела, потому что не разбирается в этой хуйне. Фишка Тани была в том, что она с некоторых пор постоянно всем говорила, что ей мерещится лица, буквально на любой поверхности. А Нон и вы видели картинки из разряда «Ты упорот, что ли, сука?» Со всякими стульями, краниками, сумочками и так далее. Вот что-то похожее. Только эта Таня видела рожу даже на абсолютно гладкой поверхности без выступов и рисунков. Сестра рассказывала, как однажды они спускались в метро и подруга увидела рожу прямо на гладкой стене у эскалатора и начала транслировать ей речь этой несуществующей рожи. Вы скажете, ну, поехавшая тупопёска, в чём крепота? А в том, что по словам сестры, которая тоже довольно поехавшая, так что я лично не верю её словам на 100%. В общем, сообщения, которые передавали этой тёлке те рожицы, были, как правило, очень даже верными. Например, однажды она увидела на спинке кресло в кинотеатре рожу, которое говорило ей что-то вроде «машина тяга», и на пути к общаге подругу едва не сбила такси, когда она через перекрёсток шла, едва отшатнуться успела. В другой раз физиономия, выросшая на доске в универе, сообщила, что ей скоро будет хуёво, и через день подруга загремела с аллергическим отёком в больничку. Сестра и про другие случаи рассказывала, но мне сейчас лень всё расписывать. Там были предсказания про нападение бродячих собак, про обсчёт в кассе и всё такое. Но по словам подруги, чаще рожи несли хрень, а не предсказания делали. Самым крипотным рассказом для меня запомнился случай, когда поехавшая увидела рожу на собственной коленке, и та сказала ей, что её глаза превратятся в чернила. Не спрашивайте, что это значит, я сам в ахуе был, когда такое услышал. Сестра говорит, что подруга за всё её время нахождения в Питере оставалась живой и физически здоровой, но психическое состояние ухудшилось сильно. ХЗ, может это и правда банальная шизофреничка была. Не кипишуйте, анончики, у меня не всегда есть время и силы, чтобы накидать вам очередную пасту. Да и трет я создавал, когда был пьяным, и море было по колено. Так что к истории каждый день, это я явно борщанул. Но буду продолжать взятые на себя обязательства, как смогу. Неподалёку от нашего города, на четвёртом километре по шоссе, есть озерцо с ручейком, куда летом любят ходить купаться те, кому городской пляж, речное течение и холодная вода, засранная отходом из завода, не доставляют. Это популярное место для родителей с мелкими спиногрызами, потому что озеро углубляется довольно ровно, без обрывов. Так что шансов случайно утопить свою личинку во время купания мало, да и днище там приятное для купания. Не елистое, а песочек. Я сам там пару раз плескался, когда был шкалотой, но сейчас не особо люблю купание. Не помню, когда в последний раз на пляж ходил. Эту крипипасту мне ещё в детстве пацаны в школе рассказывали, потом слышал я её и от взрослых. Скорее всего это просто городская легенда, потому что детали каждый раз разные, ну и никаких пруфов того, что это было на самом деле, просто нет. Но многие верят. Вот мои быдлобатия и сестра, например, на 100% уверены в правдивости этой истории. Если не морочиться меняющимися от раза к разу деталями, то суть истории в том, что в середине 80-х, на исходе лета, в редкий для наших краёв ясный солнечный день, компания молодых людей поехала на пикник возле этого озера. Взяли с собой мангал, мясо, пивасик, ракетки и мяч для бадминтона, магнитофон на батарейках. В общем, собирались культурненько отдохнуть. Приехали на своём москвиче на место и обрадовались, что нет всякой детворы, которая бы разрушила ламповость отдыха. В общем, расположились, поплескались, стали жарить шашлычок, включили музыку, всё шло по плану. В какой-то момент одна из тёлок обратила внимание друзей на то, что с противоположной стороны озера из леса вышла компания с четырёх людей и тоже направилась к берегу. Тут я уточню, что озеро у нас узкое, но длинное. И самый нормальный пляж для купания располагается на одной из его оконечностей, расположенной близко к грунтовке. Так что с этой точки противоположный берег был довольно далеко, и подробных деталей внешности этих четырёх людей отдыхающие не увидели. Вроде двое из них были небольшого роста, типа как дети, а остальные двое повыше. Сначала на них не обратили внимания, на озеро у них монополии нет, тем более что новая компашка вроде решила расположиться подальше от них, чтобы не мешать друг другу. Немного озадачивало лишь то, с какого хуя эти четверо вышли из леса с той стороны, где никакой дороги нет. Прошло около десяти минут, и молодые люди заметили ещё одну странность в поведении новоприбывших. Во-первых, они расположились у берега на самом неудобном для купания месте, где не было песка, а только трава и кусты, а на дне там песок был перемешан с почвой, поэтому вместо нормального купания получалось бы обмазывание грязью. Во-вторых, они там нихуя не делали, а просто сидели, блять. Но вот неподвижно сидели и всё. В одной из версий смотрели в сторону молодёжи, в другой расположились кружком и пялились друг на друга. Тёлочки потихоньку начали ощущать мурашки на коже, пацаны пока особенно не заморачивались. Всё равно численно их было больше, и в случае чего могли задавить числом. А потом все четверо одновременно поднялись и полезли в воду. Не стали раздеваться, ничего. Тупо вошли в воду, стали то ли по дну идти, то ли плыть вперёд, пока все не исчезли под водой. Следившие за ними парни и девушки ваху и ждали, когда они выплывут, но они так и не выплывали. Кстати, тут ещё обычно добавляют, что рябь по озеру от их вхождения в воду не пошла, поверхность оставалась гладкой. История восьмая. Заводская история. Короче мне похуй, если хотите сливать в трэд свои истории, я не против, тем более заголовок трэда подходящий для сборной солянки, как знал Лоу. Я буду со своей стороны продолжать неспешно пилить свою нить историй. Кстати, вот написал только что слово «сливать» и вспомнилась очередная история. Есть скрипота без паранормальщины, связанная с химзаводом, вроде бы даже реально происходившая. Дело было в 1996 году. В общем, очередная плановая ревизия в заводе выявила крупную недосдачу некого химического реагента, который использовался в тамошнем производстве. Ну там контрольный отдел стал следить за работниками, то и сё, и в итоге выяснилось, что по ночам подъезжает грузовик. Пара работников беспалево выносит несколько бочек этого реагента из склада. Кладовщик и сторож оказались в доле. Грузит на автомобиль, и тот и уезжает. Причем руководил этим местный начальник цеха, про которого все знали, что он связан с местной ОПГ, рэкетирующей коммерсов. Цех обратился к ментам. Те отследили маршрут грузовика. Тот направлялся прямиком на дачу одного из главарей ОПГ. Дача была окружена высоким забором с сигнализацией, охранниками и овчарками внутри. Короче, хуй проникнешь. Через время грузовик выезжал и сливал другие, более крупные бочки в реку. Организовали операцию, и во время очередного слива зачерпнули тайком водички из того места, где был произведен слив, пока содержимое бочек окончательно не успело рассеяться. Экспертиза обнаружила тот же реагент, смешанный с различными органическими веществами. Вообщем, менты все сразу поняли, но ОПГ была тогда реально влиятельной, и еще полтора года они так и не могли их накрыть, несмотря на все доказательства. Причем не только связанные с этим расследованием, дел по этому ОПГ было дохера и больше. Когда в итоге все-таки лавочку прикрыли, на допросе, как и ожидалось, бандиты дружно признались, что в реагенте, который был по сути сильной кислотой, растворяли тела тех, кого похищали и мочили на той даче, типа удобный способ избавиться от тела. In Before Walter White. Сам охуевал, когда Breaking Bad смотрел. Человек 20 так растворили. Девятая история. Странная ночь. Еще история из моей жизни, самая криповая лично для меня. В детстве у меня была одна очень странная ночь, но вы знаете, наверное, что-то в стиле ложных воспоминаний из детства, которые обсуждают в соседнем треде, но у меня все-таки не совсем тот случай. Когда мне было 5-6 лет, ориентируюсь по тому, что в школу я тогда еще не ходил, но вскоре после этого случая пошел. К нам из деревни приехал двоюродный брат батя. Вообще, надо сказать, родня матери у меня потомственные городские интеллигенты. Даже тот дед, который башку под кроватью видел, имел две вышки и Маркса всего перечитал. А вот батя у меня, понаехавший в город Селюк, и все наши родственники с его стороны, то еще отборное быдлицо. В общем, этому двоюродному хую понадобилось дела в городе уладить, и он остановился у нас. Тогда моя семья жила в двухкомнатной квартире в спальном районе. Батя, мама, я, сестра и младший брат. Появление еще одного лишнего лица пространственного комфорта не добавляла. В итоге произвели перекомпоновку спальных мест, и сестра из нашей детской комнаты ушла спать в комнату родителей. Вместо нее рядом на раскладушке с моей кровати устроили гостя, его звали Вано. Отмечу, что моя кровать стояла рядом с окном параллельно, и если шторы не были задернуты, то я непосредственно с постели мог пялиться на небо наружу, а в летнее время шторы часто на ночь не задергивали. Собственно, сама стори. Итак, вечером улеглись спать одновременно с этим Вано. Он быстро заснул, а мне было непривычно, что рядом со мной храпит практически незнакомый мужик, и я долго не мог уснуть. Ворочался, наверное, часа два, потом все же вроде уснул. А дальше начался какой-то лютый пиздец, и воспоминания у меня идут урывками, как отдельные сцены из кино. Буду перечислять их, как помню. Сцена первая. Я просыпаюсь ночью, на улице еще довольно светло. Вижу облака, причем два облака среди них необычно ярко-рыжего цвета, как будто их снизу прожекторами подсвечивают. Вано храпит. Сцена вторая. Снова просыпаюсь. Все то же самое, только одно из тех рыжих облаков ушло в сторону, значительно увеличив расстояние до другого облака. Сцена третья. Просыпаюсь от того, что слышу какой-то низкий гул, и как будто пол вибрирует. Могу сравнить с такой мелкой вибрацией, если в соседней квартире и бошит на всю мощность концертная звуковая установка. Отставшее облако подтянулось к тому, которое от него убегало, но при этом оба как-то расплылись, потеряли форму. Но цвет такой же ярко-рыжий, как ржавчина. Я с какого-то хрена радуюсь, что отставшее облако догоняет соседа и видимо скоро перегонит. Сцена четвертая. Прихожу в себя на кухне. Стою у окна и пялюсь на очень большую полную луну. Гул и вибрация продолжаются, в доме тихо. Пью водичку и возвращаюсь к себе в комнату. Воно уже нет, и что характерно, нет даже его странной раскладушки. Ложусь на кровать. Вижу, что два облака начали сливаться друг с другом. Сцена пятая. Прихожу в себя на улице, ебаный в рот. В одних труселях, в которых я собственно ложусь спать, даже без обуви. При этом никакой паники не испытываю, ничего вообще. Стою один во дворе нашего дома, смотрю на небо. Там та же полная луна и еще какая-то летающая нёх, которая слепит меня очень ярким синеватым светом прямо в глаза. Из-за ослепленности не могу разглядеть формы этой хуйни. Странных облаков уже не видно. Свет как будто пульсирует, и в какой-то момент я поднимаю весь всю ситуацию и впадаю просто в дикий ужас. На космической скорости впрыгиваю в подъезд и бегу на свой пятый этаж. Из-за ослепленности еще постоянно тыкаюсь в стены. Давлю на звонок. Дальше ничего не помню. Сцена шестая. Просыпаюсь на кровати весь вспотевший. Воно храпит рядом. Рыжих облаков в окне не видно. Успокаиваюсь. Засыпаю. Но самую жуткую крепоту в своей сраной жизни я испытал утром, когда встал с кровати и увидел, что на пятках засохла грязь. Как будто я и правда ночью ходил по двору. Рассказал мамке про сон, показал ноги. Она отнеслась серьезно, но паниковать не стала. Мы потом, когда я уже вырос, всей семьей раздумывали, что тогда произошло, но так нихуя и не поняли. Дверь была заперта, ключ лежал на том же месте на холодильнике, куда его всегда клали. Теоретически, конечно, возможно, что я временно ебанулся, залунатил и выходил ночью во двор, а потом втихаря вернулся и положил ключ на место. Но грязных следов на полу не было, а они должны были остаться, учитывая степень загаженности моих пяток. Воно говорил, что ночью не просыпался, никуда не уходил и уж, конечно, раскладушку с собой не тащил. Но добавил, что спал очень плохо, всю ночь мутные кошмары снились. Батя, мама и сестра ночью ничего необычного не заметили. Нех за окном не видели, гул не слышали. А вот у меня, кстати, примерно после этого события где-то в течение пары лет иногда бывали стрёмные припадки наподобие эпилептического, когда конечности дергались и мозг отключался, хотя до того ничем таким не страдал. Даже врачу показывали. Но это прошло само собой. А может и врач всё-таки помог. И сейчас такой хуйню я не страдаю. Да не забухал я, просто дела делишки, вот и нет времени двочевать. Сегодня ещё одна трустория из моего детства. Хотя скорее это уже не детство, а старшее сосничество. Я был тогда в девятом классе, лет соответственно пятнадцать где-то было. Дело было весной, в марте-апреле. Пошатавшись после обеда с друзьями на улице, я ближе к ужину пошёл домой. Шёл тогда через парк. Нет, не тот со статуей Ленина, а поближе к центру города. Весной в городе у нас часто кружат небольшие вихри, всякий мусор поднимают. Думаю в каждом городе такое бывает. И вот иду я и вижу, что у земли чуть в стороне от меня кружится один такой вихрь, только не совсем обычный, а какой-то милипиздрический, высотой где-то с мой нынешний ведрофон. Пылинки плотно с собой кружат и довольно няшно и рельефно смотрится вообще. Но я, недолго думая, подбежал и дал ему пинка. Думал, что вихрь развалится, но случилось ровно наоборот. Он буквально за пару секунд так стремительно разросся, что стал выше моего роста. Прямо на моих глазах всё прошлогоднюю листву и верхний слой земли поднял вверх. Короче, я не успел нихуя понять и так получилось, что я оказался практически в эпицентре этой хуйни, и меня так ушатало воздушной центрифугой, что я реально чуть не свалился с ног. Мне тогда стало очень не по себе, тем более, что я слышал где-то в детстве байку, что в вихрь нельзя вступать, потому что это духи гуляют и так далее. В общем типичное язычество. Выплюнув все те песчинки и прочую хуйню, которую вихрь за пару секунд успел понапихать мне в рот. Я дал стрякача, а сраный вихрь стал за мной гоняться. Хрен знает, может это законы физики такие, что вихрь движется вслед за движением воздуха, вызванным моим телом. Но эта ублюдская трёхметровая торнадо не отставала от меня вплоть до выхода из парка. Кстати, там были и другие прохожие, которые на меня смотрели. Наверное, для них это выглядело как съемки фильма ужасов, ну или комедии, кому как. Потом оно как-то само рассеялось, тоже быстро, буквально за пару секунд, а я пошел домой стирать штаны. Хехир его знает, чертовщина это была или просто совпадение, но с тех пор я особо стараюсь в вихрь не влезать. Кстати, мне почему-то кажется, что такая хуйня случалась не с одним только мной, если у анонов тоже так бывало, подтвердите в треге, буду знать, что я такой не один. История одиннадцатая. Остановка. Сабснач. Оп, снова на связи. Как я и обещал, вкидываю еще две истории. Есть у нас спальный райончик, называется Бюджет, да и там имеется остановка Дом Пенсии. Я сам не особо часто там бываю, так как тупо незачем, да и живу я в противоположной части города, но несколько раз, естественно, мимо проезжал. Квартал действительно унылый, даже на фоне общего уныния нашего Зажопинска. В основном деревянные двухэтажки, которые давно пора под снос, какие-то частные дома с гнилыми заборами, асфальта, естественно, никакого нет, а еще там какие-то забугорные сектанты себе цирка в девяностые отгрохали. Кстати, они до сих пор у нас есть, не знаю, кто к ним вообще ходит. Так вот, есть городская легенда касающаяся этой остановки Дом Пенсии. Говорят, в его окрестностях одно время, в промежутке примерно с 70-х до конца 80-х, часто видели очень странных людей. Там вроде всего один автобусный маршрут, поэтому тем, кто ждал, допустим, по вечерам автобус, приходилось стоять подолгу. И вот люди на остановках видели, как мимо проходил, допустим, человек без обеих рук, со свисающими рукавами. Ну, вроде как бывает, не повезло мужику, инвалидом стал. Только вот 146% инфы, что в нашем городке, но в то время, по крайней мере, никаких таких безруких инвалидов не было. Город-то не самый большой, его бы часто видели и хоть кто-то бы идентифицировал его, но нет. Причем это был не единичный случай. Другой человек торчал осенним вечером на той улице, стоял себе, курил спокойно, а мимо проходит карлик. Причем не какой-нибудь Тирион Ланнистер приятной наружности, а с жутко перекошенным ебалом, будто ему всю кожу на морде в одну половину лица оттянули. Естественно, мужик пересрался, потом в следующие дни бросился наводить справки, на весь город слушок от него пошел. Но нет, не живет у нас такой карлан, никто не в курсе. А одна девушка видела там мужика, у которого голова обгорела. Ну то есть реально, свеже обгоревшая, волосы паленые, копоть, ожоги, а ему хоть бы что, идет, руки в карманы, чуть ли не мелодию насвистывает. Кстати, я вот только сейчас писал и понял, что ни в одном пересказе этих городских легенд, про одежду тех странных типов вообще ничего не говорится, значит хотя бы одежда у них была нормальная, ну по меркам совка. Девушка тоже отложила кирпичей, обращаться к мужику не стало, и тот мимо прошел. И много таких случаев было. И видели человека два с половиной метра ростом, и женщину с таким страшным ебалом, что увидевший бежать бросился, и полуголого жиробаса под сто пятьдесят килограмм. Все в радиусе пары сот метров от этой остановки, больше нигде в городе эту кунсткамеру не видели. Ну и напоследок самая крепота. Эту историю приписывает уже водителю маршрутки. Поехал на последний рейс вечером. Автобус пустой, всего две остановки с конечки проехал. С дома пенсии никто не сел, но он все равно там остановился. Может такой правильный, может какие-то там свои дела делал, пользуясь остановкой. Уже хотел тронуться, но тут в свет фар попала, точнее вползла, какая-то Лоли лет пятнадцати на вид. То есть натурально ползла по дороге, как червяк, даже руки не использовала, хотя и руки и ноги у нее были. Водитель охуел, а когда опомнился, выбежал к ней, может плохо ей стало или парализовало. Спрашивает, что с вами, а Лоли смотрит на него и рот открывает. Водила только сейчас заметил, что вокруг рта у нее кровь. Так вот она открыла рот, что-то там мучит, а во рту ни одного зуба, все выбито или выдрано, и кровь течет. Водила совсем уже прифигел, нагнулся на автомате, хотел хотя бы ей помочь подняться для начала, и тут прихуел уже конкретно. Вблизи оказалось, что это нихуя не Лоли, а мужик, то есть не мужик похожий на бабу, а конкретно мужик, с короткими волосами, здоровый, хотя пять секунд назад он точно видел девочку. Схватился он за одежду водилы и давай тянуть его к себе. Тот уперся, а мужик сильный, чуть не свалил его и ржет беззвучно, своим ртом беззубом и глаза совсем страшные, дикие. Короче, кое-как водила отбился от него, да и то потому, что рубашка порвалась и часть осталась в руке у этого мужика. Увидев, что мужик опять стал девочкой с длинными светлыми волосами, водила быстренько залез в автобус, дал заднюю и уехал нахуй. Не знаю, это все он милиции рассказывал или так, дома своим рассказал в обстановке секретности, но через неделю весь город знал о новом происшествии в бюджете. Сейчас там уже давно ничего не происходит, в начале девяностых вся чертовщина в том районе прекратилась, но все равно, как говорится, осадок остался и городская легенда до сих пор в ходу. Меня лично хуй затащишь на этот сраный дом пенсии в одиночку в темное время. История двенадцатая. Кровавая река. Ну и раз уж я вам тут нашу местную городскую легенду запилил, то продолжу в том же духе. Правда, это совсем уже древнее, аж в конце тридцатых годов происходило. Мама говорит, что когда она была молодая, то лично общалась с людьми, которые были свидетелями этого. Хз, может они и сейчас есть, вроде как до восьмидесяти лет вполне можно дожить, но я не встречал таких, да и не искал. А мои дедушки-бабушки тогда либо тут не жили, дед-бабка со стороны отца, дед со стороны матери, либо еще не родились, как бабка со стороны матери. Суть в чем? Летней ночью на небе появилось алое свечение, тянущее с севера на юг. Те, кто не спали, выходили во двор посмотреть, очень ясно его различали. Сначала это был просто смутный розовый цвет, потом через какое-то время он стал резче, темнее, как-то фактурнее что ли. И потом все увидели, как эта хуйня превратилась в натуральную красную реку или речку, которая текла по небу. Ну то есть там было большое течение, в котором малые течения, всякие завихрения, наползания и так далее. Люди были в охуевании, многие там крестились, молитвы читали, думали что наступил конец света или еще какая-то хуйня. И похуй что товарищ Сталин за такое по голове не погладит. Абсолютно все воспринимали видение именно как реку крови, а не какой-то там абстрактный оптический эффект. Где-то часа три, это если не спиздел, просто забыл сколько именно мне говорили, эта река текла с севера на юг. Звука никакого не было, звезды были на местах, но это кроме тех, кого сама река не загородила. Потом она стала тускнеть, течение опять стало просто алым сиянием и вскоре рассеялась. Аметисты тогда предположили, что это либо какое-то редкое атмосферное явление, болотный газ отразился с Венеры там или еще что-то, или наши военные какую-то новую вундервафлю испытывают. Тогда это казалось разумным, прогресс и все дела. Но что это было, никто в итоге не узнал. Так вот. А да, забыл добавить, что задним умом после начала Великой Отечественной все верные мистики естественно решили, что это было предвестие грядущей кровавой войны. История тринадцатая «Привет, Петр» «Сап Крепаны, я все еще в разъездах, сегодня вот в ДС, валяюсь в гостинице у Измайловского парка, жду рейса, так что по-быстрому накидаю одну короткую стори» Историю рассказывала все та же сестра. Когда она училась в школе, у нее был одноклассник, которого вызывали Петя, говорит учился на четверке и был довольно тихим правильным мальчиком, бухать с их компашкой ходил редко, а если и ходил, то не пил, а по углам в писке жался. С сестрой они подружились начиная с восьмого класса. Обстоятельств не знаю, но по ее тону при рассказе предполагаю, что сеструха этому омешки так и не дала и френзонила вовсю. Но суть не в этом, этот Петя после летних каникул вернулся со шрамом на голове, около виска. На расспросы ответил, что летом ехали с батей куда-то за город и там перевернулись в уазике. Никто не умер, но Петя хорошо приложился головой. Сотрясение мозга и шрам. Последствий никаких вроде не было, и вообще хз, связана ли эта травма с тем, что было дальше. Но сестра говорит, что сам Петя в происходящем винил именно травму. К началу второй четверти Петро стал жаловаться сестренке на периодически возникающее хуевое состояние. Типа сидит себе и вдруг как будто все становится как в кино, а он типа зритель и в ахуе. Родители вроде водили его ко врачам. А еще он сестре рассказывал охуительные истории про свои сны. То есть как раз про конкретно сны он рассказывал мало или сестра поленилась мне пересказать. Но суть в том, что он говорил, что во снах получает какие-то инструкции разной степени ебанутости. Например, пойти на какую-то улицу, встать там-то, отсчитать вдоль дороги столько-то столбов, потом повернуться налево, пойти в лес и там сколько-то деревьев отсчитать, и там типа будет нужное место. При этом после пробуждения Петя понимал, что это сон, сам себе выдумал и все это хуйня, но забыть инструкции не мог. Они крутились у него в голове целый день, а то и несколько, но потом все-таки забывались. И теперь самая мякотка. Ни сам Петро, ни моя сеструха особого значения не придавали этим наплывам киношного состояния и инструкциям из снов. Считали заглюк мозга после сотрясения, и врачи ему говорили, что такое бывает, типа не обращай внимания, это хуета. Но когда Петя рассказал о происходящем с ним своему какому-то знакомому, тот загорелся идеей и подбил Петюню так и исполнить одну из свежих на тот момент инструкций. Сестра точно не помнила последовательность действий, которые ей после похода Петя рассказывал, но конечные шаги заключались в том, чтобы отсчитать N подъездов с точки нахождения на тот момент возле дома. Причем конкретно подъездов, а не домов. Если например дом заканчивается на подъезде 5, то переходишь к следующему дому и считаешь также 6, и так до N. Там еще сестра сказала, что к конструкции прилагалось хитро выебанное правило, как именно выбирать следующий дом, если таких несколько. Но это детали. Короче эти двое прошлись по подъездам, зашли в нужный и посмотрели на нужную стену на нужном этаже, все по инструкции сна. И оказалось, что там черным маркером намалеван большой рисунок ухмыляющегося черта с подписью «Привет, Петр». Петя причем сам говорил, что никогда до этого в этом квартале не бывал, да и друг не мог подстроить, потому что он вспоминал инструкцию в процессе похода и ранее никому не рассказывал. И вот как только он увидел чертенка, тот показался ему пиздец каким знакомым, типа дежавю, и тут же он опять впал в свою киношность и вроде как понял, что все правильно сделал, какой-то план выполнен и все норм. Сестре потом объяснял, типа как будто глянул на сценарий снимающегося фильма и с удовольствием понял, что актеры все сыграли точно по сценарию, молодца. Потом очухался и пиздец как застремался, да и друг обосрался от такой хуйни. По словам сестры, после этого Петя уже не пытался инструкции снов выполнять, а если и выполнял, то ей не говорил. Что с ним стало потом, не знаю, сестра говорит, что он со временем перестал жаловаться на сны, нормально окончил школу, получил аттестат и больше они не виделись. Вот так. Кстати, одна из инструкций про поход в лес я выше писал, ввела именно в тот самый лес, где все вешаются. Но это так, мелкое совпадение, вряд ли это что-то значит. Но нагнать крипоты же надо, правильно? Четырнадцатая история. Амбулатория. Так, вроде время еще есть, затарился пивком, пилю еще одну историю. На востоке нашего замкацка есть старая больничка. Сейчас она заброшена, потому что в нулевых построили в центре города новый современный комплекс. А в старой больничке было три помещения, амбулатория, стационар и что-то типа склада. Одна из моих теток акушеркой там работала, она и рассказывала нам, что здание амбулатории среди медсестричек считалось беспокойным. Это здание самое старое из всего комплекса, его примерно во времена революции построили, потом много раз ремонтировали. Какое-то время оно было главной больничкой города, ну и соответственно много народу именно там поумирали. Я видел эту амбулаторию, хотя и не бывал там внутри, она совсем небольшая, двухэтажная. По словам тети дежурной ночью постоянно слышали какие-то шаги, скрипы, вздохи, голоса в комнатах, а сама тетя якобы лично слышала, как кто-то в соседней ординаторской ходил и громко лупил по батареям отопления, хотя нахуй это сдалось призраку, непонятно. Вот по памяти некоторые из случаев, которые работники больницы рассказывали друг другу. Телка-практикантка обосралась, увидев ночью во время дежурства через матовое стекло на двери темный двухметровый силуэт, который пялился на нее с той стороны. Он стоял совершенно неподвижно в течение примерно получаса, потом исчез. Кому-то тоже из молодых интернов, что ли, который прикорнул ночью в амбулатории, приснилось, что через входную дверь появляется старушка с охапкой дров, натыкается на него при попытке пройти в соседнюю комнату и грозит кулаком, типа «отойди, мешаешь». Тетя говорит, что самое интересное тут то, что до электрификации здания в той самой соседней комнате располагалась дровяная печь, о чем интерн, естественно, знать не мог. Неоднократно ночью снаружи в окнах виделись силуэты людей, которые шатались по комнатам здания, в то время как их быть там не должно. По словам тети, в процедурной встречали полтергейст, стулья передвигались, склянки падали с полок, свет включался-выключался, хотя это все в качестве легенд, лично видевших такое тетя не знала. Ну и напоследок случай, к которому тетка была свидетелем. «Привели ребенка лет пяти-шести, сидели в коридоре на втором этаже и ждали приема. Мамка отлучилась на минутку, вернулась, ребенка нету. Подняла тревогу, все начали искать. Никто из пациентов и медиков ничего не видел, позвонили ментам. Но еще до того, как те подтянулись, ребенок обнаружился в подсобке на первом этаже, которая имела на двери защелку наверху, куда он не мог дотянуться. На вопрос «Ебанутый, чё ты там делаешь?» Он отвечал, что какая-то высокая рыжая тетка привела его сюда, открыла дверь и сказала, чтобы он сидел тут тихо, пока она не вернется за ним. Но он и сидел тихо, пока подсобку не открыли. Что за рыжая тетка была, осталось непонятно. Среди медиков высокой рыжей не было, среди пациентов в здании тоже. По крайней мере, Спиногрыз никого не опознал, как ту самую. Возможно, это была какая-то ебанутая попытка похищения, а киднеперша потом тихо съебалась. Но всё равно странно, в каком стелс-режиме действовала рыжуха, что повела ребёнка абсолютно незамеченным никем с одного конца второго этажа, на другой конец первого этажа. К тому же на ту сторону, которая максимально удалена от выхода. Короче, никто ничего не понял. Среди своих моя тётка и другие коллеги свалили это на расшалившихся призраков. История пятнадцатая. Маньяк в моём подъезде. Саппара нормач. Сторий сегодня будет только одна, так как только сегодня сошёл с рейса в свой Запердещинск и припёрся в свой Паноптикум. Смена часовых поясов, сбой биоритмов, все дела. Голова не очень хорошо варит. Сейчас запилю историю и сразу завалюсь спать. Сегодня кулстория без мистики, но для меня это всё один хуй максимально крипотное. Дело в том, что в одном подъезде со мной, это не в Панопе, а в том доме, где родаки живут, и я в детстве жил, какое-то время обитал маньяк. Если погуглите, может даже найдёте какие-нибудь статейки о нём. Дела свои он творил в середине 90-х, арестовали его в 1998 году, так что понятно, что я в таком нежном возрасте его не мог запомнить. Но жил он на два этажа ниже нас в однокомнатной квартире, там же и выпиливал жертв. Сейчас там какой-то мужичок живёт, а мамка рассказывала, что какое-то время квартирка была совсем пустая. Люди стремались жить и спать там, где не так давно убивали и жрали тянок. Потом, когда история стала забываться, уже нашлись достаточно смелые. На призраков и неупокоенных душ жертв никто вроде не жаловался, квартира как квартира. Маньяк был не самый эпичный, завалил всего двоих. На третьем эпично попался, на этом его и взяли. Имел вышку, в начале 90-х на волне развала совка потерял работу. Уткнулся в глубокую нищету, перебивался по мелким заработкам, типа в ларьках продавцом работал. Женат не был, но говорят, что после финансовых проблем его кинула через кути анкосожительница. Но мужика от этого всего и поехала крыша, а может он и до всего этого был болезнен. Схема была такая. Крутился вечерами по всяким паркам и кинотеатрам. Под предлогом просмотра охуенно элитного по тем временам домашнего кинотеатра, который у него действительно был, заманивал к себе бледоватых девок. Особо по возрасту жертв не угорал. Первая жертва была молодой студенткой, вторая – Милфа под сорокет. Там во время просмотра фильмеца внезапно подходил сзади и разбивал череп молотком. Отрезал голову, срезал мясо, варил и ел. Тела расчленял ванной и выносил в мусорных мешках. Вез за город и там закапывал. Когда его задержали и спросили, нахуй он ел жертв, он ответил, что его вдохновил фильм «Молчание и гнят». Сам по себе он, как говорят, был довольно интеллигентным и умел хорошо пиздеть, так что можно сказать почти вин. А мясо само по себе ему не очень нравилось, даже тошнило, но чисто как символ доставляло. Трахнуть тёлок не пытался, для этого у него были другие девушки и проститутки, с которыми он вёл себя нормально. С третьей потенциальной жертвой случился натуральный Бенни Хилл. Она спалила его, когда он с молотком подбирался, и стала убегать. Он гнался за ней сначала по дому, потом по подъезду, стукал молотком куда попало, даже палец ей сломал на ноге, синяков на спине понаставил. Она визжала на весь подъезд, но естественно выскочили соседи и скрутили мужика с молотком, вызвали ментов. Тут-то карьера Ганнибала Лектора и кончилась. Может ему бы и удалось как-то выкрутиться, хотя вряд ли, но при обыске у него нашли несколько костей предыдущих жертв, которые он оставил на память. После этого отпираться было уже бессмысленно. Когда был подростком, то одно время угорял по всяким маньякам типа Чикатило, Пичушкин, Списивцев и так далее. Криминальную Россию смотрел, и мне невероятно доставила мысль, что такая-то жесть творилась в моём подъезде, хотя до этого ровно к этому факту относился. Для смелости подбил своего друга на на совместное невероятно эпичное мероприятие. Позвонить в дверь той самой квартиры и во время диалога с жильцом позырить внутренности квартиры маньяка. Тот мужичок, про которого я говорил раньше, в то время там не жил. Дверь открыл какой-то алковатого вида мужик лет 50. Мы согласно плану начали спрашивать, здесь ли живёт Климент Сергеевич. Это был староста нашего подъезда, он жил на другом этаже. Типа у нас в квартире проблемы с водопроводом. Мужик объяснил, что Климент Сергеевич живёт в такой-то квартире. Идти туда так-то и закрыл дверь. За это время мы увидели только прихожую и небольшую часть гостиной через открытую дверь. Тогда почему-то мысль о том, что новый жилец с вероятностью в 146%, весь интерьер переделал под себя, у нас не возникло. И мы сочли, что эти ебучие ситцевые занавески с цветочками у вешалки, зелёный коврик и деревянный лакированный табурет у входа, являлись атрибутами настоящего маньяка, которыми он пользовался каждый день. И наверняка оттирал кровь девушек с них. Сейчас-то самому смешно, но тогда ещё долго при воспоминании о тех вещах испытывал смесь возбуждения с крепотой. Нет, я не дрочил на них, не думайте. Просто адреналин немного подскакивал, ну вы понимаете. Ох, анончики, что тут у меня было? Пиздец какой-то. В позапрошлое воскресенье друзья пригласили меня на рыбалку, но я и попёрся с ними вместо того, чтобы капчу двочевать и обещанные истории для вас пилить. Там, конечно, выпил, и хотя сто лет уже не купался, как дурак за компанию поплескался у бережка, причём до этого уже немного шмыгал носом, словил простуду в этой вашей Москве с её перманентными грозами. В результате всю прошлую неделю провёл на больничном. Состояние было так себе, сёрфил в основном с федрофона, так что пилить стори не мог, да и не хотел особенно. Сейчас вроде пришёл в норму. Если врач скажет, что я здоров, завтра выйду на работу. Никогда не купайтесь, если даже чуть-чуть простужены, особенно в речке. Сегодня история от мамки, точнее от её тётки, но она рассказывала это моей мамке, а та пересказывала мне. Чё-то сложно расписал, ну вы поняли, короче. Тётка, её зовут Елена, при совке работала продавщицей в универмаге. И был у неё муж, КМС по лыжам, который сначала был очень годным спортсменом и во всякие сборные области входил, но годам к сорока стал знатным алкашом. У них было четыре ребёнка, три из которых и сейчас живы. Я вижу их на всяких семейных собраниях. В общем, история касается этого самого мужа лыжника, точнее, его смерти. Он умер от рака горла, сгорел за пару лет, говорят, очень мучился. После его смерти тётка чуть сама не спилась, с четырьмя-то детьми на шее, но родственники помогли, не дали скатиться. В общем, суть в чём. Тётка рассказывала моей маме и другой родне, что дважды видела одного человека до смерти своего мужа, причём в первый раз за пару лет, когда болезнь у мужа ещё даже не нашли, а второй раз за месяц до его смерти. Но она сомневалась, что это был реальный человек. В первый раз Елена увидела этого мужика во дворе дома. Она как раз выходила по делам, а этот мужик стоял у подъезда и стал обращаться к ней. Говорил он очень непонятно, только отдельные слова различались. Причём тётка потом поняла, что это не было похоже на неразборчивый лепет пьяного человека. Те слова, которые слышались, слышались очень чётко, а остальные как будто вылетали из памяти. В общем, тётка услышала, как он назвал имя её мужа, и запсиховала, потому что решила, что этот очередной собутыльник пришёл за мужем, чтобы вытащить его на пьянку. Она ответила довольно грубо в стиле, мужа сейчас нет дома, да и вообще меня уже доебали ваши алкашеские истории, одна охуительный другой просто, пошёл нахуй. Она женщина вообще резкая. Тот сказал что-то ещё. Тётка запомнила два слова. Совсем пришёл. Не поняла, что это значит, и прошла мимо алкаша собутыльника. Сделала пару шагов, остановилась и повернулась к нему. А его уже нет. Хотя за это время он точно никуда не мог деться, даже если бегал бы со скоростью у Сэйна Болта. Вот тут-то у тётушки и забегали мурашки по коже. Что интересно, она потом при воспоминаниях о том случае поняла, что не может сказать ничего определённого ни про лицо, ни про одежду собеседника. Но мужик в годах, но в обычной тёмной одежде, но конкретные детали как будто вылетели у неё из головы. Хотя мама мне сказала, что возможно это объясняется тем, что у тётки зрение уже тогда было минус три, а очки она не носила. Как я и говорил, вскоре после этого стало понятно, что муж сильно болен, и он со временем слёг совсем. Второй раз Елена видела того мужика у школы, откуда забирала младшую дочь, которая в то время училась в начальных классах. Он там стоял возле ворот, и на этот раз она его точно узнала, хотя точных примет не помнила. Был день, вокруг люди, дети, так что убегать было бы как-то странно. И тётка подошла к воротам, глядя на этого мужика. Тот опять стал что-то говорить, и опять его слова как будто входили в одно ухо, и тут же вылетали из другого. Тётка запомнила, что речь опять шла о муже, и о том, что он скоро умрёт. Очень ярко запомнились обрывки фраз. Ты не бойся, послали ей. Тётка совсем уже крепанула, и быстро пошла мимо странного мужика, направилась ко входу в школу даже не оглядываясь, так что осталось непонятно, исчез на этот раз мужик или нет. Собственно, скоро муж действительно умер, а что значило выражение «послали ей», позже думали всей семьёй, но к конкретному выводу так и не пришли. Отец моей мамки, например, да-да, тот самый дед из барака, вообще считал, что женщина либо всё выдумала, либо двух разных реальных людей приняла за одного посланника из-за своей слепошарости и внушаемости. Такая вот история. История семнадцатая. Деревенское лето. Сначь, я вернулся. С завтрашнего дня у меня отпуск до конца января, так что свободное время в ближайшие дни должно быть. Буду стараться пилить истории регулярно до конца отпуска. Для затравки очередная сестринская прохладная, одна из самых первых. Когда она была мелкой, её на лето обычно сплавляли в деревню к деду бабке по отцу. Деревня находится в тридцати километрах от города, сейчас потихоньку вымирает, но тогда, говорят, ещё было довольно людно. Я там тоже бывал пару раз в малолетстве, но мне совсем не понравилось. И как только пошёл в школу, то решительно отказывался туда ездить. Вместо этого записывался на всякие летние лагеря при нашей школе. Я вообще домосед и нелюдим знатный был с детства. К тому же, в первый же приезд в деревню лет в пять меня едва ли не загрыз огромный доберман соседей. Тогда их как раз было можно заводить. Контроля за собакой никакого не было, и она придавила меня к земле лапами и так держала, пока хозяин орал через улицу. Алтан, нельзя! Ко мне! Не понимаю, как штаны не наделал тогда. Сейчас я иногда очень редко туда ешу, по делам только. В общем, сестра ещё дошкольница, я только в проекте. Я над нём возится в песочнице рядом с домом деда бабки. Специально для неё соорудили, кстати. Эта песочница до сих пор там. С ней было ещё двое. Соседский пацан и девочка. Пацан был помельче, девочка постарше. Недалеко на верёвке сушились постиранные бабкой постельное бельё и всякая одежда. Сразу за верёвкой амбар. Солнечно, светло, тепло. Сестра играет и видит, как со стороны дома подходит какая-то неизвестная ей женщина и проходит через развешанную одежду к амбару. А амбар, надо сказать, примыкает к сплошному забору и вход у амбара с противоположной стороны. Короче говоря, женщина тупо направилась в тупик. Сестра ждала, когда она вылезет обратно, но она так и не показалась из-за простыней. Тогда она встала, заглянула за развешанную одежду. Никого нет. Испарилась. Самое интересное, что пацан, который играл с сестрой, тоже видел, как прошла эта женщина, а девочка утверждала, что никого не было. Вообще, для меня это немного похоже на тот случай со мной и непонятной девкой в квартире друга. Позже, тем же летом, был ещё случай. Кроме амбара, во дворе есть летний сарайчик, а в десяти шагах от него деревенский сортир. Оба тоже примыкают к забору, и получается, что между сараем и туалетом есть что-то вроде ниши. Так вот, когда вечером сестра пошла в сортир и, подходя со стороны сарая, отчётливо услышала, как в этой нише кто-то сдавленно ржёт, как будто пытается удержаться, но не может. Уже было сумеречно, и сестре стало креповато. Она остановилась, прислушалась. Смех продолжался, и потом стали смеяться, как бы два разных голоса. Сестра тогда отошла вбок к центру двора достаточно далеко, и оттуда уже обогнула сарай, чтобы в случае чего сразу к дому рвануть. Пока обходила, смех продолжался, но как только она отошла на такой угол, чтобы видеть нишу, всё сразу прекратилось. В нише, естественно, нихуя никого не оказалось. Сестра говорит, что 200% уверена, что смех не был за забором, а был именно сразу за углом сарая. Ну и ещё один деревенский случай, но это уже в другом году вроде было. Сестра опять понаехала в деревню, и как-то раз ночью ей приснилось, будто она просыпается и видит, что из печки вылезает какой-то красномордый карлик и ссыт бедро, которое стояло рядом с печкой. Причём ссыт кровью, чуть ли не до краёв. А потом, то ли на следующий день, то ли через пару дней, бычок у бабки и деда свернул себе шею, пытаясь на лугу через какое-то ограждение прыгнуть. Деду пришлось на мясо его пустить, и сестра вечером видела, как он после всего этого притащил то самое ведёрко, внутренние стенки которого были красные от крови, и ополаскивал во дворе у рукомойника. Собственно, примерно после таких вот случаев в детстве, сестра и начала верить в своё колдунство. Рассказывала всё очень убедительно. В детстве я тоже сильно верил, что она экстрасенс, но её попытки как-то что-то предсказать, вызвать и прочее, в моём присутствии всегда фейлились. История восемнадцатая. Как мы катали блюдца. Кстати, раз уж сейчас святки стоят, был у меня один случай, когда я с троюродной сестрой, ни с той, ни с родной. Зимой блюдца катали в квартире, когда оба студентами были. Чтобы не путать с родной сестрой, буду называть её Аня. Случай не сказать, что очень крипотный, да и вообще не совсем крипотный, но нам обоим тогда стало очень неприятно. Аня тогда одна жила, и я иногда заваливался к ней, потому что у неё были интернет и принтер, а мне надо было рефераты качать, писать и печатать. Год 2005, кажется, был. Инета у меня дома не было, в интернет-кафе было дорого и неуютно, а сеструха была по тем временам супер-мажоркой, и позволяла мне без ограничений сидеть, качать и печатать всё, что надо. И вот вечером я зашёл, втыкал в инет, и мы разговаривались о святках и гаданиях. Аня сказала, что пару раз участвовала в катании блюдца и знает, как это делается. Я стал подбивать её покатать блюдце и показать мне процесс, и она согласилась. Вообще, сама идея вдвоём катать блюдца довольно долбоебическая, там ведь типа дохуя большая компашка по идее требуется, но нас это не смутило. Склеили скотчем вместе четыре листа А4, чтобы получилось что-то вроде Ватмана. Сделали на нём кривой круг, расписали алфавит, цифры, знаки, по углам надписи здравствуй, прощай, да, нет. Зажгли свечку, закоптили блюдце на свече, сделали на ней стрелку, вырубили свет, приложили оба по указательному пальцу, ну и понеслась. Первые две попытки были фейловые. Сначала вызывали с какого-то хуя Достоевского, потом ещё кого-то, не помню. Блюдце не двигалось, а если и двигалось, то конкретно из-за подрагивания наших пальцев. Потом решили вызвать кого-то из мёртвых знакомых, а у неё отец умер от туберкулёза, когда она ещё маленькая была. Решили его и вызвать. Зачитали приглашение в стиле «Юзернейм, твоя дочь хочет посоветоваться с тобой, приди, приди». И вскоре блюдце начало двигаться. Вообще, ребята, я был очень удивлён, когда эта хуйня реально заработала. То есть, конечно, всё можно объяснить подсознательными движениями, которые сам не осознаёшь, но когда двигающих только двое, причём ты следишь внимательно, и уверен, что ни один из вас специально не толкает блюдце в какую-то сторону, а оно начинает реально скакать, как бешеное от буквы к букве, и выводит осмысленные фразы. Причём вокруг темно, только свеча горит. Это реально внушает какой-то мистический страх. Аня начала спрашивать всякую хуйню, типа, как батя на том свете, во сколько лет она выйдет замуж, какое имя суженого и так далее. Но эта ёбаная блюдца вообще хуй положила на её вопросы и только конструировала всякие неприличные предложения, типа, во сколько лет выйду замуж? Аня пиздище не замуж. Вроде именно так было сформулировано. Потом начал задавать вопросы я, типа, в чём смысл жизни и что нас ждёт в наступившем году, но блюдца всё равно продолжала обращаться к Ане, начиная каждый ответ с её имени. И начала задавать встречные вопросы вроде «Хуй в очке не хочешь? Член дрочить умеешь?» Точные формулировки не помню. Сестре стало явно очень стыдно. А уж как стыдно было мне не передать словами. Это было просто стыдобище. Потому что я придерживался типа рационального мнения, что на самом деле мы сами неосознанно двигаем блюдца и толкаем его в нужные стороны. И значит, все эти ебучие вопросы сестре как бы задавал я. Но не сама же она себя будет оскорблять, правильно? При этом вот клянусь, ничего подобного у меня в уме на тот момент не было. Чисто академический интерес к катанию блюдца. И охуевание от наблюдения за этим двигающимся блюдцем. Короче, мы решили завернуть лавочку. Аня сказала что-то вроде «Спасибо, мы узнали всё, что надо. Теперь прощай». По идее, блюдце должно было двигаться к углу «Прощай», но оно быстро перешло к «Нет». Мы какое-то время вообще не задавали вопросов, но оно продолжало ползать по листу, составляя всякие матерно-похабные выражения. Помню такие выражения, как «Навозный хуйнюк» и «Оренбургская блять». «При чём тут Оренбург?» «Вообще хз». «Мы никаким боком к этому городу не относимся». Для незнающих поясню, что просто отлепить палец от блюдца нельзя. Считается, что в этом случае дух может остаться в доме». Подохуев от такого поворота, Аня сказала, что если дух не уходит, то нужно обращаться к нему по имени и попросить уйти. Она сказала «Отец Нейм, я прошу тебя уйти». На что блюдце вывела «Я не отец». Тогда я спросил «А как тебя зовут?» и получил в ответ какое-то, на мой взгляд, космически крепотное слово «Сулуя». Аню это слово тоже напугало, но всё же она сказала что-то вроде «Сулуя, я очень прошу тебя вернуться туда, откуда ты пришёл. Прощай». И блюдце наконец откатилось к углу «Прощай». И мы отняли пальцы и зажгли свет. Такой вот спиритический сеанс получился. Потом обоим было не по себе какое-то время. Ну и это словечко до сих пор меня бросает в дрожь. История девятнадцатая Метеорит Ну и напоследок одно микростори вообще без крепоты. Наша местная городская легенда. Тут у нас многие верят, что то ли в семнадцатом, то ли в восемнадцатом веке недалеко от города в лес упал метеорит. Не такая эпичная бандура, как Тунгусская Каменюка, иначе бы наверняка вся природа в районе переполошилась надолго. Скорее что-то вроде Челябинского метеорита. Я специально гуглил по метеоритам, вроде нигде документально не зарегистрировано падение метеоритов в нашей области. Так что можно было бы принять это за фантазию местных жителей и пиздеж. Но все-таки это довольно темные времена. Авторегистраторов и айфонов ни у кого не было. Да и властям наверное было плевать с высокой колокольни на россказни вспышки в небе в Мухосранске. Особенно если физического вреда от нее не было. А по легенде урона действительно большого и не было. Город тогда представлял собой только начинающую разрастаться деревушку. У каждого рассказчика версии различаются на 146%. Но вроде как была вспышка что-то большое и сияющее резко свалилось с неба пролетев со стороны моря в сторону тайги. Потом земля задрожала всякая посуда в домах зазвенела. На этом все и кончилось. ХЗ зачем я это тут рассказываю ничего страшного тут нет. Но я же обещал вроде в начале местные городские байки пилить. А 99% всех истории только про недомистические приключения меня и моей родни. Так что пусть будет для разнообразия. Алса в качестве пруфа могу сказать что в районе нашего городка у многих деревьев аномалии в развитии. Типа у них на макушках растет меньше веток и листьев чем обычно бывает. Не знаю связано ли это с метеоритом но я слышал версию будто это из-за того что та бандура при падении как бы опалила и оплавила верхушки. Но я не думаю что те деревья которые были 300 лет назад растут до сих пор. Впрочем я не ботаник. История 20 Плач в стене Сегодня потранслирую мамкин рассказ. С ней самой никакой мистики никогда не происходило но она пересказывала пару случаев которые случились с ее знакомыми. В общем в детстве у нее была школьная подруга Октябрина. Она жила в пятиэтажке возле самого большого кинотеатра нашего города. Было у Октябрины мелкий братец совсем еще пиздюк только говорить научился. И Октябрина которая часто оставалась в квартире одна с братиком чтобы присмотреть за ним в отсутствии родителей стало напрягать то что он постоянно лез к стене в гостиной в том месте где телевизор стоял. Мотивировал он это тем что там якобы кто-то плачет. Сама Октябрина ничего не слышала но повторяющиеся рассказы брата про плач в стене и его истерики заставляли ее креповать. Особенно если дело происходило по вечерам а родители еще домой не вернулись. Такое частенько бывало. Когда мама бывала у них дома Октябрина показывала ей конкретное место где брат слышал плач. Там стоял столик на нем телек и стабилизатор. Это такая хуй знает для чего нужная штуковина которая подрубалась к телевизору типа советские БП наверное помню у нас в детстве тоже такая была. За столом совсем маленькое свободное пространство и стена. Сама мамка конечно же ничего не слышала да и братец Октябрины не страдал хуйней про плач во время ее визитов. В общем особого внимания на это мама не обращала но примерно через месяц после начала охуительных телег Октябрины даже меньше месяца она внезапно перестала ходить в школу. Мама конечно пошла к ней домой подруга же но дверь открыл ее батя и сказал что Октябрина резко заболела причем не уточнил чем именно. Мама спрашивала в какую больницу нужно идти и навещать ее но он сказал что ее увезли в обл-центр типа сори навестить не получится. При этом мама уже позднее вспомнила что если обычно малец при звонке в дверь сразу прибегал в прихожую покрасоваться а пришла маман к Октябрине сразу после уроков в это время мелкий вроде не имел привычки спать то на этот раз его в прихожей не было да и его топота по комнатам и голоска не было слышно. То есть скорее всего в квартире не было не только Октябрины но и ее братика. Короче мама ушла расстроенная и решила зайти через выходные чтобы справиться как там дела у подружки а вернувшись она поцеловала запертую дверь никто не открывал она ходила еще несколько раз но каждый раз была заперта из квартиры явно выселились тогда она забила ну еще поделать в такой ситуации вконтактиков мобил и даже стационарных домашних телефонов в те времена не было так что связь с Октябриной на этом тупо прервалась. В следующем году она приходила к дому Октябрины уже через довольно значительное время когда чисто случайно мимо проходила вдруг вернулась но там уже открыла какая-то левая женщина видимо новая хозяйка или арендаторша мама засмущалась общаться с незнакомой взрослой женщиной и просто ушла естественно пруфов того что болезнь Октябрины была связана со звуковыми галлюцинациями брата у мамы нет но вообще вся история с непонятной неконкретизированной болезнью подруги отсутствие мелкого в квартире и экстренным отъездом сразу показалась ей да и мне при пересказе довольно подозрительной ну и сама Октябрина как говорит мама до своей болезни реально стремалась всей этой еботы с плачем все ее разговоры крутились возле этого История 21 Школа на костях Все ведь ИТТ видели фильмы ужасов сюжет которых крутится возле дома построенного на сраном индейском кладбище и ржали с тупости пиндоских застройщиков которые строят дома прямо на кладбищах Ведь таки будете ржать но в нашем городе есть школа номер 3 построенная как раз на кладбище И это факт а не школьная байка какая-нибудь которой старшеклассники любят пугать мелких Все в курсе что там раньше реально было старое дореволюционное кладбище которое полностью снесли в 50-х уже после войны и построили новую школу Старички рассказывают о том как видели как там землю в перемешке с костями и гнилыми досками бульдозерами равняют Аж до 80-х как говорил дед да и мамка иногда случайно всплывала из земли во дворе школы какая-нибудь костяшка куски черепов и так далее Естественно на фоне такой охуительной истории в народе ходят легенды о призраках третьей школы Сам я там не учился так что не знаю как там обстановка но морозные байки про школу если честно так себе уровня 7-го б-класса так что вряд ли там что-то реальное происходит хотя хз все-таки действительно здание стоит на хреново расчищенных могилах перескажу те что слышал которые чуть лучше уровня в кабинете биологии шкафа по ночам вылазит и ходит скелет да и такую блин услышал Говорят сам не видел в спортзале школы висит на стене большой портрет основателя школы в спортзале потому что он был каким-то заслуженным мастером спорта и этот портрет регулярно падает как минимум раз в пару-тройку лет хотя как только его не приколачивали за все это время даже когда гвоздями прибивали кто-то однажды ночью выдернул портрет с мясом и он оказался утром на полу официальная версия это омстят мертвые образу человека который принял когда-то решение построить тут школу и потревожить их покой в запертом музыкальном классе иногда по вечерам и ночам кто-то играет на пианино причем довольно бездарно просто как афония звуков вроде как запруфлена неоднократно охранниками школьниками и учителями даже в нулевых десятых годах во дворе школы неоднократно пытались сделать зеленую зону благо асфальта там нет но каждый раз наступал непонятный фейл все посадки деревья и даже клумбы в горшках хереют за считанные дни и месяцы учитель географии в девяностых годах ебнулся прямо на уроке и стал душить ученицу учитель в психушке у девушки было сильно повреждено горло в середине нулевых ебнулся уже физик и выбросился с третьего этажа а больше этажей там и нету пока лечился но жив и даже психически вроде здоров объяснить по какой причине выбросился и что на него нашло так и не смог наибольшее впечатление же в подростковом возрасте на меня произвела такая история осталась девушка дежурная после второй смены кабинет в порядок приводить так как в тот день у их класса и без того было много уроков к тому времени как она справилась с делами школа уже практически опустела и вот вышла она в коридор второго этажа заперла кабинет и слышит за углом коридора кто-то ходит шаги приближаются в ее сторону но она посмотрела на ту сторону ждет кто там еще остался но никто из-за угла не выходит а вот шаги продолжают звучать причем уже явно миновали угол и приближаются к ней на кирпичной тяге девушка побежала вниз и рассказала там охраннику об инциденте тот вместе с ней поднялся на второй этаж походил туда-сюда тихо тогда охранник сказал девушке что ей показалось и они направились к лестнице вниз подходя к лестнице девушка услышала впереди недалеко парочку тихих шагов буквально из воздуха но охранник то ли глухой был то ли невнимательный то ли эти звуки реально только девушка могла слышать но охранник ничего не заметил а так как уже был поздний вечер и на втором этаже после них никого не осталось то у лестницы охранник выключил свет в коридоре чтобы лампы всю ночь электричества не тратили и тут девушка упала в обморок увидев в наступившей темноте как буквально за спиной охранника стоят как бы оторванные светящиеся человеческие ноги в сапогах что ж на этом все на этом истории от опа заканчиваются после 21 истории он уже не выходил на связь к сожалению может у него просто сокончились истории а может и что-то с ним случилось как вам такие байки как вам такие городские легенды в виде трэдов с двочей обязательно пишите мнение в комментариях ну а по мне так довольно лампово и уютненько такое почитать пускай даже и с матами и со сленгом из песни слов не выкинешь ну а вам же еще раз спасибо за прослушивание подписывайтесь на канал если вдруг этого еще не сделали ставьте лайки или дизлайки подписывайтесь на телеграм-канал приходите на стримы ну а если есть желание и возможность то подписывайтесь на бусти с вами же был канал Зов извне всего вам хорошего и помните что мы с вами обязательно еще увидимся а может я не Зов а Сулуя субтитры сделал DimaTorzok